Всем привет и добро пожаловать в свежий экспресс выпуск новостей и слухов из мира IT-технологий. Инфоповода в этот раз не очень много, но те, что есть, несомненно, заслуживают вашего внимания. Погнали! Ребята, если вы там переживали за Apple, ну мало ли, может быть, прочли аналитику о том, что компания обречена, то успокойтесь. У них все хорошо, даже не так, у них все настолько круто, насколько это вообще возможно. Apple отчиталась за квартал и по итогам первых трех месяцев 2021 выручили почти 90 миллиардов долларов, что не только на 54% больше, чем за аналогичный период прошлого года, но и, блин, на 13 миллиардов больше самых смелых прогнозов аналитиков. Чистая прибыль 23,5 миллиарда, намного больше любых ожиданий. Неплохо, но, возможно, скоро им эти деньги, ой, как пригодятся. Российский ФАЭС по иску лаборатории Касперского оштрафовал Apple на 12 миллионов за злоупотребление доминирующим положением на рынке. Но это мелочи на фоне того, что с подачи Spotify Еврокомиссия предъявила Apple обвинение в нарушении антимонопольного законодательства и выставили им беспрецедент на огромный штраф в 27,5 миллиардов долларов. Получается, придется Apple доложить квартальной прибыли еще 4 миллиарда. Ну, это если, конечно, они не смогут доказать свою правоту. Впереди еще долгие судебные разбиратели, в крайнем случае, будет время еще подзаработать на айфончиках, которые, кстати, вновь принесли львиную долю заработка. Тим Кук похвастался, что благодаря 12 и 12 Pro компания смогла увеличить продажи на 65% в сравнении с прошлым годом. Забавно, что глава Apple не включил в этот список мини, видимо, о покойниках либо хорошо, либо никак. Вряд ли свежий фиолет и даже 13 мини бустанут продажи, так что судьба этой модели, очевидно, предрешена. Но они айфонами едиными и маки подросли же на 70%. Вот что М1 животворяще делает. Интересно, поможет ли его маги айпэдам? С другой стороны, они и без него неплохо справляются, и за счет разноцветных Air планшеты показали рекордный рост продажи почти в 80%. Сервисы ожидаемо прибавили 30%. А вот носимые устройства на общем фоне отстают. Рост всего 25%, и то в основном за счет Watch, которые привлекли много новых покупателей. AirPods, наоборот, падают, и это только начало. По информации Nikkei Asia, Apple изменили план по выпуску AirPods на 2021 год и сократили заказы на 25-30%. И дело тут не в падении спроса на беспроводные гарнитуры, а в росте продаж Xiaomi, Huawei и Samsung. Может быть с выходом AirPods 3 что-то поменяется, но пока вот так вот. Да, Apple все еще номер один на рынке, но такими темпами скоро Xiaomi сместят их с трона. Не в деньгах, конечно, а в штуках, но все равно должно быть обидно. Хотя, на самом деле, довольно закономерно. AirPods же давно не такая имба, как раньше. Конкуренты подтянулись и предлагают продукты, как минимум не хуже и по более привлекательным ценам. А Apple не только не исправляют старые косяки, а не новые добавляют. AirPods Pro не умеет засыпать. И без кейса, как и раньше, разряжались за ночь в ноль, так и разряжаются. Шумодав работает все хуже с каждой прошивкой. А это постоянное уведомление на полэкрана о подключенной гарнитуре при разблокировке айфона уже порядком подсып. Надоело, короче. И это не к тому, что подсы отстой. Скорее к тому, что они не идеальны, альтернатив хватает, есть из чего выбрать и определиться, где купить. И вот с этим самым «Где» и помогут наши друзья из Letyshops, которые запустили новую функцию. Поиск кэшбэка по конкретному наименованию. Определились с товаром? Окей, вбиваем название в поиск и получаем список магазинов. И не только с размером кэшбэка, но и с ценой. Больше никакой кучи вкладок. Смотрите, выбирайте лучшее предложение. Переходите со страницы в магазин и совершайте покупку сразу с кэшбэком. По сути, это как Google для поиска кэшбэка и лучшей цены. Магазины без кэшбэка, выдача тоже есть. Если цена подходит, ничего не мешает клацнуть и купить там. Но не забывайте, Letyshops это всегда про экономию. И за счет горящего кэшбэка можно получить 100% самую выгодную цену. Для удобства, предложения с горящим кэшбэком дополнительно выделены в поисковой выдаче. Их там еще больше, чем на главной странице Letyshops. Пока поиск работает в тестовом режиме по России и Украине, но уже скоро добавят другие регионы и улучшат функциональность. Так что, если уже зарегистрировались, переходите по ссылке в описании. Если еще нет, то скорее регистрируйтесь и зацените новую фишку. И экономьте удобно с Letyshops. Xiaomi выпускают доступные флагманы. В смысле, не смешно? Ну, не знаю, наверное, вы просто еще не видели цены на Mi 11 Ultra и не где-то там на Алике без налогов, а реальную. Вон, украинское представительство Xiaomi решило вывести аппарат на рынок и установило цену в 44 999 гривен, что в пересчете в доллары 1600, а в рубли 120 тысяч. И нет, это не с потолка, а цены на модельный ряд Xiaomi на украинском и российском рынке не особо отличаются. Есть еще вопросы, почему российское представительство отказалось от официальных поставок. Конечно, можно долго рассказывать, как это прекрасно, смартфон с революционной камерой, но Xiaomi дороже айфона? Добро пожаловать в 2021, у нас тут сейчас так. Интересно, что будет дальше. Не удивлюсь, если через пару лет эти ваши яблочки на фоне китайских флагманов будут шутить Redmi Note на фоне айфон 12. По информации инсайдеров, Xiaomi активно готовит к выходу фотофлагман с камерой на 200 мегапикселей на еще более крупном сенсоре. Неплохой повод поднять цену, скажем, до 2000 баксов. По 10 баксов за мегапиксель, нормальные рыночные расценки, Apple в 10 раз дороже просят. Брать будете? Пишите в комментариях, как сейчас среди тех, кто поделится свое мнение, поставит лайк, это мое видео, разыграет три приза по 3000 рублей. По итогам же прошлой недели деньги получают следующие изернеймы. Хотительный S1 DJI, топовый Сергей Титов и апокалиптичный Ас Зерот. Всем спасибо за участие, победителей поздравляю, прошу написать на специальный почтовый ящик. Тим Кук предупредил о неизбежном дефиците iPad и Mac. Причина та же, что и у всех. Нехватка полупроводниковой продукции из-за кризиса в индустрии. Купертиновцы, конечно, по максимуму подстилили соломки и выкупили чуть ли не 80% производственных мощностей TSMC под техпроцессу в 5 нанометров. Но даже этого оказалось недостаточно, и компания вынуждена выбирать выпуск, каких продуктов для нее приоритетнее. Да и новые чипы под будущие девайсы отнимают часть производства. По информации Nikkei Asia, Apple уже запустили производство процессоров M.2 для MacBook Pro 14 и 16. А уже через пару недель стартует выпуск A15 под iPhone 13. В текущих условиях яблочники вынуждены делать все заранее, но проблемы с некоторыми комплектующими настигли Apple уже сейчас. Как и предсказывали аналитики, отгрузки iPad Pro 12.9 сильно задержатся из-за высокого брака при производстве мини-LED дисплеев. Во многих регионах мира большая прошка недоступна к заказу, а на домашнем рынке США прогнозируемый срок поставки по предзаказам с 24 июня по 8 июля. И по мнению инсайдеров, июль в данном случае это еще довольно оптимистично. Но если лично тебе, друг, iPad Pro не достанется, не расстраивайся, всегда есть альтернатива за те же деньги. Например, на неделе вышел российский планшет MiG T8X, и всего за 100 тысяч рублей счастливый обладатель получит великолепный 8-дюймовый дисплей с разрешением 1280 на 800 пикселей. Процессор Qualcomm Snapdragon 632 или Intel Celeron N3450 и 3 либо 4 гигабайт оперативки. И все это великолепие в защищенном корпусе, способном обеспечить работоспособность при температуре вплоть до минус 20 градусов и под управлением любой операционной системы на выбор. От Android 9 и Windows 10 до российских же Astra Linux и Aurora с поддержкой криптографической защиты. Как говорится, надо брать. Понятно, что планшет для корпоративного сегмента, и там, ребята, к подобным ценам не привыкать. Подумаешь, сотка сюда, сотка туда, но то, что характеристики хреновые, ну, тут уж такое дело, зато защищен по всем фронтам. Sony отчитались о продажах пятой плойки, и несмотря на то, что реализовано почти 8 миллионов штук, основная часть поставок пришлась на старт продаж. И, вероятнее всего, не получится побить рекорд PlayStation 4 и продать к апрелю следующего года почти 15 миллионов консолей. Финансовый директор Хироки Тотоки заявил, что, несмотря на все старания Sony, как минимум до середины 2022 года увеличить поставки не получится. Так что, если вы планировали через пару месяцев зайти в магазин и взять пятерку свободно с полочки, можете распрощаться с этой прекраснейшей фантазией. Придется и дальше пытаться выловить консоль в наличии, или сидеть и надеяться, что ваш предзаказ когда-нибудь выполнят. Ну, и опять отменят после очередного повышения цен. Дело в том, что из-за цен на комплектующие, компания зарабатывает на плойке меньше, чем планировала, и не факт, что их эта ситуация устраивает. Хотя, вдруг перекроют недостачу за счет мобильного подразделения, ммм? Вы не ослышались. Впервые за последние пять лет мобильщики принесли японцам прибыль. Всего 254 миллиона долларов, и глобальная продажа смартфонов Sony все еще на уровне статической погрешности. Но, тем не менее, не минус 80 лямов, как пару лет назад, уже хорошо. Удалось ли Sony найти того самого клиента, который готов отдать за их аппараты немалые деньги, или это просто случайный успех, узнаем через год. Зато сейчас уже можно быть уверенными в том, что мобильное подразделение не закроют, и этот самый следующий год для смартфонов Sony наступит. СМАРТФОН И нет, это не патент на понты и ностальгию, а документ, описывающий использование смартфона для измерения артериального давления, состояния сонной артерии и даже уровня холестерина. Благодаря складной конструкции девайс сможет работать по принципу аптечного пульса оксиметра. Экран или светодиод будет просвечивать ногтевую пластину, а датчики, размещенные то ли под дисплеем, то ли в специальной зоне, считывают необходимую информацию. Все же потребуется от пользователя засунуть палец меж половинок и ждать результата. Клево в общем, но пока непонятно, появится ли подобная система датчиков в следующем флипе или придется ждать еще пару лет. Хотя это же Samsung уверенно могут запилить уже флип Z, который появится в августе. Покупатели AirTex уже начали получать свои метки, и прежде чем прикручивать их к ключам и пультам, некоторые особо внимательно решили изучить упаковку и вложенную документацию. И внезапно выяснилось, что, во-первых, метки сертифицировали еще в 2019, а изготовлены они в 2020. Получается, инсайдеры не врали, и такси действительно планировали вывести на рынок намного раньше. Но что-то пошло не так, и анонс сдвинули на год, а то и на полтора. Уверенность со временем мы узнаем, в чем там было дело, как, например, сейчас, благодаря судебным разбирательствам Epic, стало известно о том, что еще в 2013 Apple планировали сделать версию iMessage для андроида. Продвигал идею старший вице-президент по программному обеспечению Эдди Кью, но она не получила поддержки Крейга Федериги, который не понял, зачем делать из эксклюзивной фишки айфонов сервис обмена сообщениями для всех пользователей смартфонов и как это вообще монетизировать. А жаль, интересно, где бы сейчас был телеграм и вайбер, и как бы выглядел iMessage, если Кью удалось бы продавить руководство. По ватсапу вопросов нет, он бы находился ровно в том же месте, в котором находится и сейчас. Зой Рот, девчоночка с вот этой мемной фотки, подросла, заматерила, чеканила из мема NFT токен и продала его на аукционе за 180 эфирок, что по сегодняшнему курс около полумиллиона долларов. Не самый дорогой мем, ньянкет недавно ушел за 300 эфиров, но согласитесь, хороший подгон на ровном месте к совершеннолетию. Ну а че, сколько лузов принесла нам эта фотка за 15 лет существования, я считаю, заработала. Более того, Зоя перед продажей проконсультировалась с юристами и заложила в токен свою комиссию в 10% при любой последующей его перепродаже. Так что это еще явно не последние деньги, которые она получит. Смешно, еще все недавно шутили про биржу мемов, и вот она реально заработала. Добро пожаловать в 2021, у нас тут сейчас так. А еще у нас отправляют в отставку роботов. На неделе бесславно закончилась карьера полицейского робопса DigiDog. Стоило нью-йоркской полиции разок публично использовать роботов, как это вызвало активное обсуждение и порицание. Никого не предупредили, а уже вывели бездушные жестянки на улицу. А что если роботов начнут применять не только для наблюдения, но и как оружие, и снова никого не спросят? Полицейские посмотрели на этот шум, прервали запланированное до августа тестирование DigiDog и отправили робопсов обратно в Boston Dynamics. От греха подальше. У полиции в США сейчас и так имиджевые проблемы, дополнительное внимание обсуждения им точно ни к чему. Жалко песиков, но что поделать, мы боимся всего нового. И вообще, публикуйте сначала три закона роботехники, а потом уже спускайте своих робособак. На этом все, спасибо за просмотры, ставьте лайки, пишите комменты, бейтесь яичками, кушайте пасочки. Увидимся через неделю, подписывайтесь на все мои соцсети, ссылки в описании. Всех обнял.